Эээ, туз-тусич, шиза-тусич, уху-ху-ху! Видимо, мало мне счастья, раз Steam не рекомендует игры с названием Happy Game. Вот прям счастливая игра. И на самом деле это игра от разработчиков Ботаникулы и Машинариума. И не очень крутые. И я не могу пройти мимо этой игры, а точнее даже демки. Тем более, что судя по скриншотам, игра у нас совсем не хэппи. И начинается она вот прям в этой комнате. Вот отдаляемся и, божечки ты мой, вот где я? Тут какой-то пацанчик сидит, рисует что-то. И что мы, собственно говоря, должны делать? Видимо, мы должны управлять этим самым пацанчиком. Мы должны сделать его счастливым, отправить его спать. Он сейчас погрузится в мир снов и во сне будет наблюдать радужных поняшек, которые блюют бабочками и едят шоколад. Я не знаю, что можно придумать вкуснее шоколада. Да? Нет, если вот нам сейчас показывают его сон, то сны его какие-то не очень счастливые. Что там справа происходит? Могу я смотреть? Чувачок. А, он проснулся в этом странном черном мире. И что, да, совсем не хэппи, как я и говорил. Мы можем им управлять, судя по всему. Да, погнали. Давай смотрим это крайне странное местечко и найдем здесь что-нибудь счастливое. Вот если бы у меня сны выглядели вот так вот, я бы немножко напрягся. Подарок и два призрака. О, он такой рад, аж трясет его. Нашел подарочек. Но там призраки. Как же нам достать подарочек? Давай я попробую его распаковать для тебя. Так. А, в подарочке какая-то жуткая кукла. Тебе нравится, чувачок? Нравится тебе, нет? Хочешь, я тебе ее подарю? Вон у нее есть сердечко. А? Хочешь куколку? Боже мой, как-то это все крипово, если честно. О, нет. Да, чувак, снится тебе какая-то лютейшая дичь. А, внутри этого чувака тоже что-то есть? А-а-а, хренеть. И что? И зачем? А вот что справа за призрак? Он почему-то исчезает, появляется. Может, я должен что-то с куклой сделать? Да нет. Призрак справа, проявись, пожалуйста. Мне интересно, что ты за чупака, братокая. Я явно что-то должен сделать с этим клоуном. А, я должен наоборот вниз его тянуть, и его заберет какая-то черная рука в небытье. Опа. Все, его забрали. А игрушку вы мне отдадите, нет? Я могу его еще ниже потянуть. А, класс, ему бошку отгрызли. И в нем сидел гребаный мракобес. Ну, хорошо, замечательно. А там просто матрешка. Просто замечательно. Я сейчас открою матрешку, а внутри кровь, кички, мясо. Засекайте. Открываем матрешку. Нет, там еще одна матрешка. Подождите-ка. А внутри этой матрешки кровь, кички, мясо, как вы уже поняли. И нет. Да ладно, там все более счастливые матрешки. А в этой матрешке ничего. Внезапно. Там просто ниточка, за которую я могу потянуть. Или нет? Это колокол. И теперь внутри этих матрешек живет тьма. И эту тьму сотворил я. Вы видите вот реакцию пацана на все это дерьмо? Я, если честно, вот так же реагирую просто. Можно сбежать отсюда куда-нибудь? Сзади тьма, спереди тьма. Везде тьма, твою мать. Что за говно? Посмотрите, как ему интересно. Ладно, чел. Давай отправимся в темнейший из счастливых миров в твоих снах. Все? Беги. Давай. Куда-нибудь. В тьму? Только в обратную тьму. Потому что у передней тьмы какие-то мракобеса. Нет, его притягивает туда. Но ему кранты. Его тоже превратят в мракобеса. Да? Кажется, что да. Божички ты мои, какая крепота. Здрасте. Его убили? Или ему приснилось, что его убили? Здесь уже можно начинать строить конспирологические теории. На основе вот этих вот стоп-кадров. 25-х кадров. И какой-то мячик летает. И он доволен, что мячик летает. Он, в принципе, всему доволен. Я бы после увиденного ранее обосрался. Прямо на месте. Причем кирпичный завод построил. Но он радуется мячику. Чувак у нас оптимист. Видимо, игра про него. Это же хэппи гейм. Хэппи гай. Да? Это, видимо, его воспоминания. Какой-то рандомный чувак взял и отнял у него мячик. И отпинал его. Хэ, я старший. Мой мячик будет мой. И в нем из-за этих событий начинала расти тьма. Расти злоба, гнев. Сюжет мне понятен. Мы находимся даже не в его сне. Мы находимся в его воспоминаниях. Которые просто темные и ужасные. И как мне мячик взять? Иди к мячику, давай. Побежали за мячиком. Мы должны его забрать, чтобы ты окончательно с ума не сошел. Если у ребенка есть травмирующий опыт, это ни к чему хорошему не приведет. Мячик, ты куда? К очередным мракобесам, конечно же. А, я должен, видимо, не попасться в ловушку. Так, начинает эта штука светиться очень крипово. И уходи, давай, сваливай. Или я вот эту должен опустить. Так, собираем медведя. И, видимо, он нам как-то поможет. Или тоже превратится в уродца. Только не ешь меня, только не ешь меня. Он меня не съел. Привет, Мишка. Или я должен дальше пройти. Так, опускаем. А, я должен надеть эту штуку на медведя или на него? Нет, я дал голову Буратино этому пацаненку. Зачем я это сделал? Я должен дальше пойти? Видимо, дальше у нас будет какой-то Буратино. Как это все загадочно. Божечки ты мой. А, тут стена. Значит, я должен вернуться обратно. Может, я должен положить голову Буратино вот сюда? Нет, ты не хочешь класть голову Буратино вот сюда? А, вот я могу ее положить. Нет, она летит почему-то к нему в руки. Ладно, возвращаемся обратно. Может, там появится Буратино внезапно. Не, ну а что, а вдруг возвращаемся и нет. Тогда я должен засунуть голову Буратино вот в левую часть. Так, она начинает светиться. А, там появляется туловище Буратино. Я сложил Буратино и теперь могу идти дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то нехорошее происходит. Убегаем оттуда как можно скорее. Мы сейчас вернемся обратно и там будет какая-то жесть. Либо они совместят сейчас Буратино с медведем и получится буромедведь. Медведетина. Буромедведетина. Вот так вот звучит хайпово. Вот это мне нравится. Открываем ее. Там чья-то башка. Эй, открывайся, мне интересно, что там. Там, по-моему, башка мартышки. Ну открывайся ты, ну давай. Давай, ты поможешь мне. Давай, открывай ее. Помоги мне. Забери голову мартышки, я не могу выше поднять. Забери ее, пацан. Забери. Нет, как же ее поднять повыше-то? Может, ее наоборот выключить надо? А ну-ка. Там ничего нет. Когда мы включаем, там что-то появляется. Но я не понимаю, как мне эту штуку поднять. Может, дальше пойти? Ладно, давай прогуляемся дальше до стены. Возможно, мы вернемся. И она будет в настроении, чтобы подняться до самого конца. Опа, стена теперь выглядит иначе. На стене появился какой-то паттерн, который мы можем потрогать. И, боже мой, какой ты чувак довольный. Вот мне бы его оптимизм. Давай выше. 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 Я не понимаю, как решить этот невероятный ребус. Непонятно. Ладно, я вернусь обратно. И когда я вернусь обратно, произойдет какая-то жопа. Здесь, видимо, нужно ходить туда-сюда, да? Нет? А что, если я закрою медведя? Закрою буратину. Ага, вот эти вот штуки откроются. Опачки. Ага, вот оно как работает. Интересно. Закрывай вот это. Это что еще за херня? Ага, как раз мы должны взять отсюда голову. Так, берем голову. Давай. На, вот, держи. Можешь в ручках ее подержать. Молодец, хороший мальчик. Счастливый мальчик. Добрый мальчик. И, наконец, я собрал все три игрушки. О, она будет сейчас хлопать, как у Гомера в башке. Давай. Хлоп-хлоп-хлоп. Хлоп-хлоп. Ха, хорошая мартышка. И зачем я все это сделал? Он хочет к ним потянуться, но ему нельзя почему-то. Может их включить надо? Так, я включил всех. И началась крепота. Шиза, я бы так сказал. Это очередная игра про шизу. Ну, ладно. Хорошо. Почему бы и нет? Что они собираются делать с этими существами? Твою мать. Ага, ничего. Слава богу. Я думал, что это бензопилы, и они сейчас отпилят голову медведю. Какой кошмар. Так, нужно на все успеть, видимо, прокликать. Я устраиваю музыку. Это наша вечеринка. Да? Э, туз-тусич! Шиза-тусич! У-ху-ху-ху! Здесь дабстепа не хватает. Вот серьезно. Ладно, это не смешно. Я с ума схожу. Все игрушки сломались. Они были живыми. У них там какие-то кровавые масляные подтеки. И опять мячик. Мячик, видимо, будет являться основополагающим предметом в нашей истории. Именно с него начались травмы нашего пацаненка. И здесь у нас какие-то силуэты. Медведя. Медведь, видимо, тоже очень многое значит для этого пацаненка. Куда же ему прибежим? А, зашибись. Классно, я готов заканчивать. Не, разворачивайся. Назад беги. Нет, назад. Разворачивайся. И вот бегом в обратную сторону. Где нет уродов, мракобесов, кровищей, кишок, мяса. Понимаешь? Нет, ладно, давай я вскрою его. Мне не очень хочется вскрывать свинью. Но, видимо, придется, потому что она мячик сожрала. Давай, подними руки повыше. Как тебя вскрыть-то? Что-то не получается вскрыть свинью. Вот опять ребус какой-то. Ага, она может одновременно двумя руками двигать. А ушками можешь подвигать? Нет. Что же мне делать? Двигать я не могу. Так, может, вот так подержать? Или резко руки подвигать? Нет. А если руку к пацаненку протянуть? А он резко протянет к тебе? Нет. А если вниз? Вниз тоже не тянет. Опачки. Ну, давай, что-нибудь сделай. А, вот оно что! Это у нас рычаг, а не рука. Понятно. Хорошо, ну пусть будет так. И там внутри вместо мячика окажется безграничная пустота души мальчика, которую ничем нельзя заполнить. Но я продолжаю вскрывать свинью! И, боже мой, это выглядит кошмарно. И я был, кажется, прав! Это именно пустота, депрессия. Так, все. Вылезай. Эй, вылезай. Видимо, другой рукой я теперь должен что-то делать. Да. Окей. Я обожаю всякие уродства в играх. Это же просто класс. Такие конспирологии можно придумать на основе этого. Давай, вылезай. Устрой себе встречу с мальчиком, чтобы он окончательно сошел с ума. Я хочу узнать продолжение истории мальчика. Ты отдашь ему свои глаза вместо мячика? Или твой глаз и есть мячика? А, внутри твоего глаза что-то есть. И что же там? Давай, 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 давай. Внутри мракобес. Давайте по порядку. Я хочу все это добро разобрать. Так, стоять. Но я еще не разобрался. Вот стой на месте. Не двигайся. Я хочу разобраться, понимаешь? Понимаешь. Смотрите. Была свинья. Мы вскрыли свинью с помощью руки рычага. В свинье оказался мракобес. Мракобес оторвал себе глаз. Мы вскрыли глаз. И внутри глаза какой-то уродец. И мы можем вскрыть уродца, конечно же, как без этого. Мы можем просто порвать его на две части. И внутри уродца что-то еще окажется, да? Я готов поспорить, что-то еще будет. А внутри уродца уже оказался мяч. Этим уродцам и был ребенок. Я же говорил. Тут все основано на метафорах. Я думаю, у этой игры будет охренительный сюжет, когда она выйдет. И все это будет очень весело. Но, к сожалению, это демка. А полная версия игры выйдет только весной или осенью, если я не ошибаюсь. И вот там его воспоминания на фоне, если вы присмотритесь. Как он играл с другими детьми. Как они его не принимали. Как они его, видимо, игнорировали. Выгоняли, издевались над ним. Да? До этого был мячик, а теперь какой-то ребенок. И когда мы двигаемся, такая эпичная музыка начинает играть. К еще одному мракобесу. К еще одному воспоминанию. К еще одному тлену в его душе. Так, опускай мячик или я должен зажечь огоньки. А, это, по-моему... А, нет, нет, нет. Это что-то новое. Это его мама, судя по всему. Я должен ее собрать. Да? Вау. Повораживает на самом-то деле. Я не понимаю, что с этими руками делать. А, я могу поднимать руки. И как мне это поможет? А, я должен выставить руки в правильное положение, да? Так, хоть сюда. Правильно. Теперь вторую руку. Она должна быть примерно тут. И вот здесь. Э-э-э! Хоть здесь. Все. И мячик крутится внутри нее. Что мне это дает, я пока что не понимаю. Видимо, я должен каким-то образом достать из нее мячик. Отдай мячик, пожалуйста, нет? Я могу убирать руки и... А, я могу кошку ей открутить вообще. И достать мячик таким образом. Вот разработчики помешаны на вскрываниях и отрываниях. Заметили, да? Шувак, иди за мячиком. Ты вообще не в ту сторону смотришь, ты заметил? Страшное бабище в другой стороне. Как мячик достать? Отрывайте голову до конца. А, он упадет. Еще гениальнее. Все, мячик упал. А, чуваку, очень страшно. Но на самом деле я бы тоже обосрался. Но давай, бежим за мячиком. Прямо мимо огромного трупа какой-то бабищи. Я думаю, что это все-таки его бабушка или мама. И они сделали что-то очень-очень плохое. Да? Давай мы убежим. Пожалуйста. Да, она его преследует. Это архетип матери. Какой кошмар. Давай, беги, беги, беги за мячиком. Она лишала его развлечений, судя по этой невероятной метафоре. И это у нас конец демки. Очень захватывающе. Я надеюсь, мы соберем под этим роликом очень много лайков, чтобы как только эта игра вышла, я ее обязательно записал. Так что ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны, чтобы ни в коем случае не пропустить эту крутейшую игру. Ну а с вами сегодня был Fox Neo. Увидимся.